В чем суть вашего обращения? Суть нашего обращения того, что дом, который мы получили как долевики, не соответствует тем качествам, которые были изложены в рабочей документации. Мы хотим взыскать со стройщика все те недостатки, все те недоделки, которые выявились в процессе эксплуатации этого дома, чтобы устраживалось продвижность. В чем именно несоответствие проявилось, если кратко? Если коротко, то пожарная безопасность, на которой было сэкономлено, в том числе и нет пожарного прохода, не хватает пожарных рукавов, которые должны подвесить, нет подъезда ручного дома, который больше 100 метров. В плане инженерного стены, которые должны выступать в диафрагме жесткости, они дольше, чем они в плане прописаны. Пандусы, как тоже изжимательное обеспечение для маломобильной группы, тоже непригодны, потому что они больше 45 градусов, а у нас, извините, алипинисты. Плюс нету нормальной детской площадки, которая должна быть по проекту, нету библиотеки на первом этаже, которая тоже должна была быть. Скажите, пожалуйста, вы пытались обращаться к застройщику, что он вам отвечает? Все обращения к застройщику заканчивались одним, мол, все ваши обращения не имеют никакого основания под собой, и мы на ваше обращение реагировать никак не будем. Все судебные тяжбы с застройщиком проходят в пользу застройщика, потому что его экспертизы, которые он заказывает, пишут для него заключения. Понятно. Можно я к кому-нибудь другому обращусь? А что именно вас не устраивает в доме, в данном? Окна тоже в квартире. Так, окна. И в моей пусте в квартире. А я так понял, что дом еще был издан с существенным нарушением сроков. Это правда? Да. Дом должен был сдать. В 2015 году сдали его в начале 2016. Нет, нет. Нет, вот нашу секцию, допустим, вовремя сдали. Да какие-то секции не вовремя сдали. Да, какие-то вовремя. В общественном. Ну, допустим, знаете, есть технический норматив строительства. Если вот эта вот стена балконная не доходит, то есть высота не выше метра двадцати, то должны быть ограждения металлические. То есть эти металлические ограждения отсутствуют. То есть даже вот банально ребенок выйдет и вывалится. Вот стекла, они же обычные стекла. То есть должно быть ограждение. Потом квартиры нам обещали сдать в головой отделке. А шпаклевые стены, ничего такого не было. Потом батареи щелкают у всех. Потому что такие батареи, которые щелкают, их нельзя ставить в жилые помещения, там где люди живут. Или там куда-нибудь в подвал можно поставить. А у всех щелкают. А потом котел сам, да. Самый дешевый. Котел был сам опять не по проекту. То есть котел стоит. Причем говорят, что в каком-то из домов, которые строил застройщик, подобный котел уже взорвался. В комнатных квартирах, вот я по нашей, по первому подъезду знаю, работает вообще неправильно. С одной вытяжки дует, в ванной дует, выдувает, а в туалете забывает. Она должна вытягивать, она должна вытягивать, а тут. То есть она работает, она сама по себе вот так. И все, то есть вытяжка потом. По поводу котла. Котел взорвался в соседнем нашем доме. Ваше дом. То есть, соответственно, проблема у монолитстроя тоже с тем домом. По поводу окон еще. Да. Окна. Вот у нас видно, что тут стоят очень большие окна на кухне. Тоже по нормативам не должно быть таких больших окон. Вот если посмотреть в том доме, там сверху форточка и снизу окно. То есть, да, потом идет некачественная фурнитура сама по себе. Оконная. Тоже нельзя ставить такую. Она ломается очень быстро. Ножницы эти все ломаются очень быстро. Мы уже меняли их, но бесполезно. Мы пользуемся этим окном. Плюс у нас еще из-за того, что мостики холода существуют, из-за некачественной кладки. А, вот самое главное, стены мерзнут. Куда иди. Вот квартиры, распашонки двухкомнатные, вот тоже в нашем первом подъезде. У людей стены плесневеют. У нас плесень. Да, обои отваливаются у людей. И никто ничего не делает. То есть, это о чем говорит? О том, что стену не утеплили как следует. Сэкономили. Вот у нас тоже двухкомнатная квартира, линейка. Там тоже прям со стены дует. Углок, как не видно. Да, углок, как не зают зимой. Я живу тогда рядом со стеной, у меня шею. Прям дует. Ясно. Что, на ваш взгляд, сейчас должен сделать застройщик, чтобы ваши требования были удовлетворены? Чтобы тепло было. Потому что это самое дорогое. Вы все дебят там стены все, да? Я не знаю, как они это будут делать. Но раз они сэкономили, наверное, почему вы мёрзьте, должны быть и не забыть? Температурный шок, проверить, все-таки он полностью закрыт или нет. Но у нас температурный шок рядом с стеной. Так, и ещё что должен сделать застройщик? Компенсировать все затраты, которые мы производили, чтобы в свой дом комфортно в согласии не привезти. Плюс должны вырубить моральную компенсацию. Плюс компенсация за те недостатки, которые написаны в проекте. Мы за них деньги заплатили, а по факту их не получили.